За последнюю четверть века Михаил Ханеке зарекомендовал себя как один из самых выдающихся режиссёров мирового кинематографа. От первой работы до последней по времени, лентой «Любовь», получившей Оскара за лучший иностранный фильм, он не изменял своему стилю, реалистичному, без табу. С возрастом многие художники сбавляют темп. Ханеке его только наращивает. Свидетельство тому – многочисленные призы и награды, последний из которых – премия принца Астурийского. Господин Ханеке, список ваших призов и наград занимает не одну страницу. Лучший европейский фильм, лучший немецкий фильм, «Золотой глобус», «Две золотых пальмовых ветви», «Оскар» и теперь премия принца Астурийского. Какая из этих наград вам доставила большую радость? Каждая награда – это радость. Фильмы снимаются, чтобы их смотрели, а призы подогревают любопытство людей, и они идут их смотреть. Я всегда радуюсь, и, конечно, когда это важный приз, радость от этого только больше. Но это не значит, что я не радуюсь награде на небольшом фестивале. Это чудесно, лучше, чем ничего. Любовь, картина о любви, последних годах жизни и страхе смерти принесла вам некоторые из этих призов и стала на сегодняшний день вершиной вашей карьеры. Церемония вручения «Оскаров» прошла несколько месяцев назад. Оглядываясь назад, как вы можете объяснить, что фильм, не попадающий в мейнстрим, поскольку затрагивает тему, о которой никто не хочет говорить, имел такой успех? Я думаю, это связано со временем, когда фильм вышел на экраны. Я всегда говорю, 10 лет назад он, конечно, не имел бы такого успеха, поскольку внимание общества было привлечено к этой теме СМИ, потому что этот сюжет, о котором нужно было рассказать. Но также в этом есть и доля удачи, так как и я сам, и мои продюсеры, когда я сказал им, что хочу снимать картину на эту тему, понимали, что это не кассовое кино и лучше этого не делать. Но поскольку меня это интересовало, так как я столкнулся с такой проблемой в моей личной жизни, я настоял на этом фильме и в результате все довольны. Это замечательно, что так получилось. Ваши фильмы любят, хотя кого-то они пугают, так как погружают зрителей в мир скрытых страхов. Насилие в них важная тема. Насилие физическое и психологическое. Вы осознаете, что для некоторых это как пытка? Мне нечего на это возразить, но никто не обязан ходить в кино. Часто такое говорят о моем фильме «Забавные игры». Он был задуман как некая провокация, чтобы показать людям, что происходит, когда они смотрят картину со сценами насилия. Поскольку в обычном мейнстримном кино насилие подается как продукт потребления. Вы сидите в кино, смотрите, что происходит на экране, но вас это не касается, это всего лишь кино. Это меня бесит. И в ответ я решил показать зрителю, соучастником, кого он является. Вы австриец, родились в Мюнхене, выросли в Вене, и так там и живете, работали в Германии и снимаете французские фильмы с французскими актерами. Почему? Где вы себя чувствуете дома? Я чувствую себя дома, там, где могу работать. И, конечно, снимать фильмы во Франции проще. Сложные фильмы я имею в виду. Не только чисто коммерческое кино. На это проще найти деньги во Франции. А потом во Франции есть великолепные актеры. Это, конечно, не значит, что в Германии нет великолепных актеров, но так вот получается. К тому же тем, что я смог снять картину во Франции, я обязан тому, что Жюльет Бинош, посмотрев мои австрийские ленты, позвонила и спросила, не можем ли мы что-нибудь сделать вместе. Я был совершенно обескуражен и решил, что кто-то так пошутил. А потом мы сняли фильм, затем появились другие возможности и так далее. Теперь у меня во Франции много друзей, я люблю там работать, но это не значит, что я больше не снимаю в Германии или Австрии. Это зависит еще и от истории, которую хочешь рассказать. Когда вводишь вашу фамилию в Гугл, находишь аккаунт Михаэля Ханеки в Твиттере с весьма забавными ремарками. Это пародия журналиста, вашего горячего поклонника. Этот аккаунт был закрыт, но его успели оценить более 20 тысяч подписчиков. Вас это забавляет, но вы не слишком высоко цените социальные сети. Почему? Ну, это не совсем так. Я об этой истории не знал, пока мои студенты не рассказали. Тогда я посмотрел, меня это позабавило, вот и все. Это не правда, что я плохо отношусь к новым средствам общения. Напротив, в новом фильме, сценарий которого я сейчас пишу, эта тема затрагивает цену вскользь. Но это не значит, что я постоянно торчу в таких сетях, на это у меня просто нет времени. Вы у меня сняли с языка мой следующий вопрос о вашем следующем фильме. Можете рассказать поподробнее? Я не могу вам рассказать больше, потому что я так часто делал раньше, а потом мне приходилось извиняться, поскольку в фильме речь шла совсем не о том, о чем я раньше говорил. Поэтому я решил больше так не делать. Сегодня многие американские режиссеры отказываются от кинематографа в пользу телесериалов. Вы сами занимались телевидением. Вы видите в нем будущее? Когда коммерческое кино остается таким дебильным, естественно, что люди с более высокими интеллектуальными запросами ищут себе другую нишу. Десять лет назад никто бы не поверил в возможность сегодняшнего возрождения телевидения, связанного с тем, что самые интеллектуальные американские режиссеры занялись сериалами. Я считаю здорово, что они это делают. Тем более, что это во многих случаях по-настоящему умные истории, чего больше не существует в американском кино. Так почему бы нет? Ведь никто не мог предвидеть то, что происходит сейчас. Пока у меня будет возможность, я буду продолжать работать. Пока у меня будут идеи. Когда они иссякнут, я не буду себя насильно заставлять работать. Но пока все получается, люди ходят смотреть мои фильмы, нет причин останавливаться. Ловим на слове. Господин Ханеке, спасибо за эту беседу. Спасибо. Спасибо.